Перед нами стоит сложный выбор. Сложности, герой или цыпленок. И я конечно выбрал цыпленок. Очень интригующий интро которое попытаемся немного ускорить. Порой он представлял себя благородным рыцарем или могучим волшебником, а временами видел себя воином зла. Но сколько не мечтал, он представить себе не мог, что за судьба была уготовлена ему на самом деле. Эй, посыпайся. Так ты быстро соберешь на подарок. А теперь ступай и веди себя хорошо. Первое дело это найти мешку и отдать его ей. Вторым шагом я решил посмотреть кто тут прячется за домом. И ко мне моя тыкатка. Ой, какой ты противный. Тут какая-то странная парочка противного и тыковки. Что? Да я просто, я впервые вижу эту женщину. Слушай, сынок, не болтай об этом. Идет. Моя жена сидит дома, а я должен быть на работе? Но человек имеет право делать что ему нравится, согласен? Слушай-ка, если ты сохранишь это в тайне, я тебе дам золотой. И тут первый наш выбор помочь ему или не помогать. Молодец мальчик, вот тебе монетка. Ну помогать это же хорошо. Мой тебе совет, не привязывайся ни к одной бабе. О себе забудься, все остальное ерунда. Ой оказывается помогать это плохо. Вон он поросенок, я иду за ним. Что? Какой еще поросенок? Ой пофиг тут торговец. В двух словах, нужны три монеты для подарка сестре. Ну ладно пошли искать еще две монеты. Ай да что опять, не так? Мне сообщили, что ты совершаешь плохие поступки. Активное соучастие в супружеской измене. Ну и кто это проболтался? Об этом знал только я. Противная тыковка. Включим немного дедукции. Я никому об этом не говорил, так что минус один подозреваемый. Остается тыковка и, противный. Если тыковка встречается с таким придурком как противный, то у нее мозга не хватит чтобы подставить его. Но противному нет смысла подставлять самого себя. И получается, что противному нет смысла сдавать меня. А я молчал. Остается только тыковка. Не понимаю ее мотивов, но мы нашли виновного. И где это мой муж бездельник шляется? Небось с бабой какой-нибудь. Я ему дом содержи, детей расти. А что в ответ получаю? Если ты его найдешь, скажи мне ладно? Ну мне кажется, что только она не знает где ее муж, так что я рассказал ей и сделал доброе дело, свое первое доброе дело. Мне надо сходить, ну, знаешь, по зову природы. А ты постой тут, посторожи склад. Ха, вот молодец. Просто стой между штабелями и с места не сходи. Когда вернусь, отблагодарю. Все, я ненадолго. Тут мы просто охраняем ящики, пока маленький шкет говорит, что можно разбить их и найти что-то ценное. Че тебе надо? Не видишь? Он меня достал игры и не хочет мне Мишку отдавать, потому что я ему Пашку оторву. Я ему сказал, не будет слушаться, я ему жить. Следующая задача побить хулигана. Получаем Мишку для первой девицы. Я человек слова, так что вот тебе за доброе дело. Но не думай, что на хулиганство я буду смотреть сквозь пальцы. Постарайся не лезть в неприятность. Пожалуй, сынок, тебе этого уже хватит. Ты с торговцем уже говорил? Бежим к торговцу, чтобы получить конфеты. Покупаем конфеты и бежим к сестре. Понимаем, что наша сестра Ванга. С минуты на минуту появится. Подожди. Что-то не так. Разбойники! Это все по правде. Они здесь. Тебе надо спрятаться. Уровень стилса зашкаливает, но об этом позже. Зло пришло в луквейл. Разбойники с огнем и сталью, сжигавшие и рубившие все на своем пути. Ночь озарилась кровавым пламенем. Люди кричали и молили о пощаде, и вскоре улицы были завалены телами. И вот нападавшие дошли до последнего дома, где жила семья нашего мальчика. И вот и искали жестокие убийцы. Отец встал на защиту своих родных, но не был он воином и пал смертельно ранней. Разбойники перевернули весь дом, но мальчика так и нашли. Его мать и сестра молчали, несмотря на все пытки и угрозы. В результате злодеев увели обеих с собой. Спрятавшись в лесных зарослях, мальчик смотрел, как вся его прежняя жизнь обращается к пепелу. Он остался один. Ну и конечно мы пойдем посмотрим, может кто-то выжил тут. Нам конец. А нет, нас спас главный злодей. Ой нет, он не главный. Тут небезопасно. Они все мертвы. Ты ведь не хочешь к ним присоединиться? Тогда дай мне руку. Я думал, у тебя же будут покрепче. Идем. Побереги силы, мальчик. Не со мной тебе нужно драться. Ты может этого не понял, но это я спас твою жизнь. Буквейли тебе больше делать нечего. Если ты остался там, погиб бы вместе со всеми. Идем со мной. Меня зовут Мэйс. Я глава Диви Героев. Ты должна быть слышу о ней. Во всем Ольпи Овне ты не найдешь места безопаснее. И роднее. Если же тебе нужна месть, только мы не сможем помочь тебе в этом. Мы пришли. Я представлю тебя наставнику. Дальше он будет заниматься твоим воспитанником. Пора вставать. Нас знакомят с Зазнайкой. Наставником. Учит драться кулаками. Учит драться палкой. Дают первое задание дать люлей насекомым. Впервые видим немного магии. Как нужные яблоки для пирога превращаются в черничный пирог. Мы вырастаем, сдаем, все экзамены. Получаем амулет и возможность выйти в открытый мир. Вы выходите в мир, творить великие дела. Примите же свои амулеты. Ступайте в мир, герои. И вот наше первое задание. Надо снова драться с насекомыми. Убиваем пчелы босса. И нам сообщают что в городе нас ждут чтобы рассказать что-то важное. Она мне нравится, надо будет к ней как-то подкатить. Она ведь у нас мэр. Ну и вот появляется мотивация у главного героя отыскать свою сестру. Проходим пару побочных заданий по защите древесины. Встречаем за знайку которой все не мется доказать что она круче нас. Я так и не понял, она к нам так пытается подкатить или что? Помимо заданий, и кучи мобов можно в игре встретить вот такие двери. Каждая дверь пропустит тебя только тогда, когда ты выполнишь особые условия. Эта дверь впустит меня только когда я одолею ее стражей. После того как мы всех одолели нам открывают двери. За которыми находиться сокровище в сундуке. Кстати в этой броне я проходил почти до самого конца игры. Ну или вот к примеру есть еще дверь которая хочет чтобы я был жирный. Далее я еще нашел много разных дверей. Та которая хотела чтобы я женился, носил блестящие доспехи или т.д. По сути это сделано для того чтобы задержать игрока в игре. Поговорим немного о прокачке. Видите вот это колесо с разными цветами. К примеру зеленые очки можно получить за выполнение заданий. Или просто выпадает с мобов. Синие очки можно получить тогда когда ты используешь способности которые тратит ману. Ну а далее по аналогии красные получаешь когда бьешься в ближнем бою. А желтые когда используешь лук. По сути опыт это не что-то то что сложно получить. Почти в самом начале игры я зашел в какую-то пещеру где была куча карликов. Которые были не особо сильные. Но в игре присутствует такое понятие как боевой множитель. Чем он больше тем больше опыта. Н ты получаешь. Но если в тебя папа литон начинает сбрасываться. Но мы немного отвлеклись от сюжета. Вот мы вернулись в свою родную деревню. И нас встретила та девочка которой мы возвращали медвежонка. И нас немного накрыли флешбеки. Не видела столько лет. Даже на кружечку кофе домой не позовешь. Все понятно. Помните я обещал поговорить о стелсе. Вот пришло время. Вкратце мне надо прокрасться к воротам которые открыты только тогда. Когда эти три бомжа тут ходят. Если они увидят меня то ворота закрываются и надо будет ждать новых бомжей которых надо будет аккуратно обходить. На словах звучит не очень сложно. Но я тут снизу добавил таймер. И вы увидите сколько время у меня это заняло. И это уже 3 минуты прошло. В общем я тут добавлю таймкод если кто-то не захочет смотреть мои потуги то милости прошу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Совсем забыл рассказать что. Мы в деревне встретили Мезза. Который сказал что наша сестра где-то в банде грабителей сейчас находится. И мы крались именно в эту банду. Спустя пару локаций с кучей гопников мы пришли к главному шатру. Где нас встречают даже без каравая. Сказала она что явится гильдейская кукла вот ты и здесь. Наши и мои давно тебя заждались. Они давно крови не пробовали. Правда какая в тебе кровь. Давай кукленыш доставай оружие. Посмотрим что у тебя внутри. Спустя пару минут очень захватывающего боя. Если так кончай скорее, я бы так и поступил. Вот и ты. Опа, какая неожиданность. Ты не узнаешь свою сестру? Прошлое вернулось к Терезе. И память ее вспыхнула ярким огнем. Олуквейл пылал. Молча смотрела она как разбойники пытают ее мать. А после спрашивают ее о пропавшем мальчике. Молча смотрела она. И тогда их вожак выколол ей глаза. Мать разбойники утащили с собой. А Терезу бросили в лесу. Три дня слепая и беспомощная ползла на по тропе, пока не наткнулась на другую шайку. То было два ножа. Так началась жизнь в рабстве у разбойников. Но разбойничий король почувствовал в ней необычную силу и стал прислушиваться к темным пророчествам, что она обрамотала во сне. Те же, кому не нравилась слепая девочка, занявшая место под литроном, быстро повыгнулись. Тереза сама убила их всех без жалости и без сострадания. Таково было на нее место в мире. Я много всего повидала. И как убивают, и как умирают. Я тебя видела, братик. В круге из песка и крови. На арене полной секретов. И этот день тоже видела. День твоего выбора между тьмой и светом. Тереза! Прости два ножа, теперь ты останешься один. Как и все мы. А для тебя, братик, у меня есть подарок. За все твои дни рождения пропущенные мной. Сила, что течет у нас в крови. Как я понимаю нам дают немного опыта, но по сравнению с той пещерой это просто пшик. В общем дальше возвращаемся к Мейзу. Итак, ты нашел свою сестру. Не думал, что она живет среди разбойников. За последние несколько лет ты сильно изменился, не так ли? Люди интересуются, когда увидят тебя на арене в ведьмином лесу. Но прежде чем ты вновь впустишься в путь, я дам тебе свое собственное задание. В знак расположения. Пропал один мой старый товарищ. Его называют археологом. Возможно, он ввязался в какую-то историю. Не исключено, что его жизнь в опасности. Ходят слухи, что он может прятаться где-то в ведьмином лесу, если он еще жив. В общем понятно на острове надо найти археолога. Но тут я заметил на острове эксклибур. И решил попробовать свои силы достать его. Ну видимо я слишком слаб. Понятно идем дальше, произносим имя двери и находим археолога. Опа, что это за Джек из тени? Спустя пару миссий попадаем на арену, о которой нам еще в туториале говорил Громобой. Аэ, я же не рассказал что у Зазнайки есть Зазнайка брат. Ну вот он герой арены. Как скажешь мужик, буду тебя цитировать, в каждой эпохе свои герои. В общем тут я тоже добавил таймер. На арене мы просто будем драться с волнами монстров. Чуть позднее к нам присоединится Зазнайка и будет нам помогать. Ой пофиг я просто перемотаю эту скуку. Опыт тот самый герой героев, который хотел что-то от археолога. После долгих лет разлуки, Джек из тени снова с вами. Эта арена единственная, что осталось великого в Эльбеоне. Для меня честь вновь стоять перед вами. И я знаю как отпраздновать этот день. Устроим еще один раунд. Два оставшихся героя сойдутся в смертельном бою. Победитель получит особый приз. И смерть станет наградой проигравшему. Что это они затеяли? Так же нельзя. Я буду драться как следует. Но убивать тебя не стану. Только не тебя. Мы пришли чтобы устроить шоу. И мы его устроим. Поехали. Опять придется бить Зазнайку. Мне уже кажется что она должна была понять за все предыдущие разы. И что драться со мной бессмысленно. Опа. Нам предлагают убить Зазнайку. Но я совсем забыл рассказать что на самом деле это игра про выбор. Зла или добра. Я больше не могу. Ты победил. Кстати вот. Громобой тот самый брат Зазнайки. Ему просто повезло. Он всего лишь... А, вот и вы. Герой о котором все говорят. Я впечатлена. Такое не часто случается. Но я забыла представиться. Я леди Грей, мэр Бауэрстоуна. Я вижу вы достойный человек. Заходите ко мне в гости в особняк на севере Бауэрстоуна. Миледи. Если бы вы только... Громобой. Мне надоели твои вопли. Надоела твоя ревность. Время твоей славы давно прошло. Да-да. Как сказал один умный человек у каждой эры свои герои. Снимите мое приглашение. Нам нужно многое обсудить. А во, неужто ли это мой шанс? Это еще не все. Молодая кровь льется не хуже любой другой. И скоро прольется. С ума сойти. Давно я такого боя не видел. Я отведу вас обратно в палату героев. Кто-кто, а вы-то достойны стоять с ними рядом. Кстати, кого-то вы мне напоминаете из тех, кто здесь когда-то дрался. Лет уже много прошло. Назвали ее вроде... Скарлетт Роу. Да, точно. Слыхали про такую? Хотя вряд ли. Вас еще и на свете не было. Вот тут справа, если посмотрите, ее статуя. Первая женщина, чемпионка арены. Ой-ой, а кто же это? Она была славным героем. Такая же мягкосердечная. Но всему своя цена. Последняя битва сильно изменила ее. Теперь она живет вдали от людей. Сломленные тем, что не смогла спасти своих близких. И все же ты здесь. Я знал, что однажды ее сын придет сюда. Это у тебя в крови. И у твоей сестры тебе стоит привезти ее сюда. Я так хочу, чтобы вы оба встретились со своей матерью. Так она все еще жива? Вот кем была на самом деле его мать. Скарлетт Роуп, гроза Оборотней. Одна из величайших героинь Альбионов. Но самая славная из ее битв стала для нее последней. Попав в засаду Оборотней, Скарлетт перебила их всех, но и сама опала израненная среди тел врагов. Там она и умерла бы, но Борн, простой и добрый лесоруб, нашел ее и выходил. Они поженились, и у них родилась девочка, а потом мальчик. Сражения для нее остались в прошлом. Находим зазнайку. То есть мы пощадили ее, а теперь она покидает сюжет. Ну хоть под конец она стала нормальным персонажем. Но вот что меня смущает, пока мы прокачиваемся мы начинаем стареть, а все и вокруг остаются болыми. Начинаем подкатывать к этой милашке. Не, ну я не люблю подстрекательниц, но грамобой я бы набил лицо. Что, мальчишка, думаешь побьешь меня? Думаешь победил на арене, и стал ее достоин? Леди принадлежит мне. Встретимся на холме, возле плахи. Лучше места чтобы тебя убить не найти. Ах убить, значит ты так, ну все орк недукачины, суши весла, твоя эра кончилась. Значит ты пришел на свою собственную каль. Не побьет меня деревенский мальчишка, даже если он друг Уиспер. Не достанется она мне, не достанется никому. Ты их видишь? Они еще живы. Ты дрался храбро, но леди Грей моя, и я ее никому не отдам. Думаешь убьешь меня и похитишь ее сердце? Леди любит меня. Похоже, этим все и кончится. Быстро ты сдался, но я пришел тебя убить в обще-то. Но он просто свалил. Ну и фиг с ним забираем свою красавицу. Ну мой герой, я знаю что случилось. Нет никого на свете, кто был бы достойнее тебя. Я так счастлива, надо сразу же приступить к подготовке свадьбы. И знай, если ты хоть посмотришь на какую-нибудь другую женщину, ей тут же отрубят голову. Ну что-то такие себе условия. И пусть хотя бы на день все невзгоды жестокого мира покинули его. Кстати ключи, есть такие сундуки, которые требуют некоторое количество ключей. Вот свой первый ключ я нашел на седьмом часе игры. Далее наш друг археолог был схвачен какими-то чертями. Ты спас меня, хотя если б не ты, сидел бы я спокойно в своей пещере. Да-да, я знаю дорогу в Баргитской темнице. Я же знаю все. Потому-то, если они меня снова найдут, я погиб. В любом случае, к темнице ведет старая дорога через великое кладбище. Ее не открывали уже много сотен лет, но это уж ты сам на месте разберешься. А я тут задерживаться не собираюсь. Мало ли еще мест, где можно спрятаться. Занимаемся снова крутым стилсом, но уже на кладбище. Я лучше пойду. Убирайся из моего дома, попрошайка. Хорошо, я ухожу. Пойду поищу себе ночлег. О, здравствуйте. Дела гильдии, верно? Желаете пройти через ворота былого королевства? Они много сотен лет, как на замке. Говорят, отпелить их мог только привратник Ностром. Но он двести лет, как помер. И тайно его с ним, значит, похоронено. Его склепят. А вам, наверное, на кладбище надо. У меня тут поломался час гамплея, но вкратце я нашел в каком-то подземелье свою мать. А потом Джек схватил нас просто так, у меня тут подгорела жопа. Так как мамка не просто старуха, а один из великих героев. И я тоже не пальцем делан. Но нас просто посадили в тюрьму. И потом каждый год на день рождения капитана тюрьмы мы бегаем ради его забавы. А самому быстрому капитан дает возможность прослушать его великие стихи. Я же сказал! Тишина! Придется начать сначала. В общем в его коморке воруем пароль от книги. А в книге находим ключ от камер. Как искусство. И мое творение, не для твоих мещанских ушей. Отправляйся назад, в камеру. Надсмотрщик потерял свой ключ. Из камер никто не выйдет пока ключ не найдется. Пытки переносятся. Освобождаем кучу зеков. Потом находим свою экипировку, мать, и бежим отсюда. Натыкаемся на краке и на канализации. Неплохо впервые за кучу лет говорю с мамой. Она говорит что я просто человек. Хотя тут по возрасту тут проблема внешняя. Младше на лет 10 выгляжу чем моя мать. Найти его первым. У нас есть одно преимущество. Джек не знает что ключ покажется только тому в ком течет наша кровь. Поэтому мы должны найти твою сестру. Иначе Джек может ее использовать. Отправляйся в черный лес и осмотри портал. Выясни как его можно включить. Это единственный путь на ключе берег. Но сперва у меня есть для тебя подарок. В твоей крови есть еще не пробудившаяся сила. Неплохо правда? Отныне я смогу говорить с тобой через твой амулет. А теперь ступай. Я буду искать Терезу. Что тут происходит? Опять эти гремлины. Ну как они могут схватывать мать которая крутой герой? По сюжету находим свою сестрицу. Опа что тут происходит? Мисс что ты делаешь? Чувствую привкус пиздежа. Джек захватил над ней власть. Поэтому я здесь. Я пытаюсь его остановить. Он лжет. Он работает на Джека. Нет, она хочет тебя запутать. Она... На это нет времени, старый ты злахай. Совершай ритуал, Мэйс. Ключ нужен мне немедленно. Я почти закончил. Ну, теперь все будет проще. Значит, ты улизнул из моей западни. Странно, что так поздно. Я надеюсь, вы не потратите слишком много своей драгоценной крови. Ключ. Долго же ты от меня прятался. Отвезти эту парочку в палату. Я скоро там буду. Удивлен? Зря, зря. Лишь недоумок встал бы на пути у Джека. Ты не победишь, малыш. Мир принадлежит Джеку. Ну... Пропустим этот босс-баттл с неглавным злодеем. Я был неправ. Может быть, ты сумеешь победить Джека? У тебя осталось мало времени. Он использует ключ, чтобы активировать... Так ты блин злодей или нет? ...силы. Тогда он получит меч. И будет слишком поздно. Они хотят его остановить. Никто из них не сможет. Хочешь спросить, почему я так поступил? Наверное, потому что я старый трус. Не все готовы к смерти. Для иных из нас задача, а единственная задача избежать ее любой ценой. А я, похоже, не сумел. Играем в доганилки с Джеком, пока он активирует сферы. Милая Скарлетт. Надеюсь, в ее иссохших жилах еще осталась какая-то кровь. Хотя, смотрите-ка, пополнение прибыло. Ты готов увидеть, как пылает твоя гилья? Не позволяй ему. В общем, идем далее на босс-баттл с Джеком. Что за трогательная встреча? Мать, сын, дочь и меч. Не хватает только одного. Воу-воу-воу, полегче тебе же глины теперь. Я даже не подумаю тебя пощадить. Дальше у нас очень увлекательный бой с батл, который я тоже пропущу. Вот и выбор. Помнишь, я давным-давно говорила? Убей меня мечом вечности и обретешь могущество, о котором Джек не мог и помыслить. Или брось меч в водоворот, и тьма его сгинет навеки. Так что же ты сделаешь, братик? Не, мать, я только что потерял. Зачем еще терять сестру? Хоть ее оставлю. Меч нахуй не нужен мне. Они оба там, где им место. В небытии. А мне пора найти свое место. Оно не здесь, я знаю. В смысле? Ты куда? Терезе было тяжелее. Стремясь исцелить боль от страшных ран, изуродовавших ее душу, она удалила с удальния края. Ну что за фигня, я тебя спасал, чтобы ты меня тут одного оставила? Он постепенно ожил. И величайший из всех героев наконец смог обрести покой. Прости, что я тебя отвлекаю, но мы получили весть от жнеца, одного из старейших героев. Он давно покинул гильдию и сгинул в северных пустошах, но теперь, хотя, пожалуй, отправляйся лучше к помосту у ворот гильдии, в общем оказывается, что пробудилось какое-то зло, которое снова мне надо одолеть. Для этого помогаем каким-то магам в кристаллах и освобождаем их, а потом получаем какой-то артефакт, который поможет нам, тем, что отвезет меня на другой остров. Суть загадки в том, что если загорятся все месяцы, умрут человечки в кристаллах. Надо, чтобы загорелись все и солнце, с PlaidFX. Продолжение следует... Спустя пару попыток все эстарцы спасены а я получил артефакт. Устанавливаем артефакт в башню где мы дрались с мейзом. А вот и наши новые противники. Ну вот и твой транспорт. Выглядит твой лутненько. Когда ты достигнешь северных пустошей твой амулет активирует местные телепорты. Вообще-то жнецы сам бы мог это проделать если бы не избавился от своего амулета еще до прибытия. Видать не хотел чтобы мейз пронюхал о его планах. Что ж семь футов под килем. Когда встретимся снова может поиграем в снежки. И странный безмолвный корабль взял курс на безбрежную зыбь. День за днем резал он волны следуя своему курсу неумолимо как и положено призраку. Пробил час и ледяные пики прорезали пылку окутывавший горизонт. Добыли берега затерянной пухты за которыми простирались северные пустоши. С прибытием в северные пустоши. Я уже боялся что ты потерялся. Меня зовут Жнец. Хотя стараниями мейза давно забыто имя это в гильдии. Прошу прощения что не встречаю тебя лично. Я должен оставаться в этой деревне. И будет главный злодей. Ужасный тварь и сей. Но весь их ужас не более чем тень той великой силы что пробудилась в этих краях. Встретимся на севере в Белогорье. Там я поведаю тебе все. Затем мы обратимся к древнему оракулу этого места. Молю богов чтобы нам удалось его пробудить он один способен нам помочь. Добро пожаловать в Белогорье. Пойдем прогуляемся. Как добрался? Призывающие достигли Крючего берега. Значит времени осталось совсем мало. Мне нужно многое тебе рассказать. Я прибыл сюда много лет назад когда гильдия сочла что Джек из тени в поисках меча может обратиться к Белогорскому оракулу. Так подождите, этот человек знал что Джек злодей и поэтому не напинал его, а оставил жить. Пусть набирается сил, убивает людей, мою мать, отца, что за мудень безвольный. В общем идем искать эти руны. Я тут нашел одну интересную дверь. Ну ключи вряд ли я буду собирать, а вот посмотреть что за этой дверью мне стало интересно. Ну что, неплохой меч, и по моему он получше чем тот меч что я выкинул в бездну. Далее находим 4 руны, и возвращаемся с ними к тому безвольному пырку. Да и нашел знаки, очень хорошо. Теперь мы можем пробудить оракула. О великий оракул, даруй же нам знания коего ал, чем мы. Что угрожает нам? Пророчество сбылось, человек гильдии здесь. Ты идешь по стопам того, чью маску носишь с собой. Джек из тени пробудил спящую силу призывающих. Кровь твоей родни он использовал за бронзовыми вратами, чтобы напитать свое новое заклятие. Но теперь маска душ в твоих руках. Используй ее, чтобы насытить святилище Архона и открыть врата. Иди и встреть свою судьбу. Значит, Джек снова обманул свою смерть. Не видел я прежде подобных ему. Я тебе не завидую. Бронзовые врата в здешних краях слывут знаком смерти. Возвращайся в святилище к Брайеру Роуз. Может быть, она знает, что делать с маской Джека. А мне предстоит вернуться в гильдию. Да пребудет с тобой судьба. О, да можно ведь отломать этому пырку голову. Отлично, она понадобится для поимки душ. До сих пор не могу поверить, что он все еще жив. Ладно, а я пока займусь твоей водой надписи. Послушай, я уже устал повторять. Не нужен нам герой. Впервые за все эти годы нас не атакуют, не осаждают и не похищают. Так что оставь нас в покое. Ты, Брайер Роуз сказала, что ты придешь. Я расскажу тебе все, что знаю, если это единственный способ от тебя избавиться. Боже какой же ты мудак. Но не секрет, что и в прошлом было немало героев удостоенных этого титула. Ты найдешь их вместе их величайшей славы. В кровавой пыли арены. Говорят, что души прежних победителей витают над ней поныне. Теперь проваливай, если конечно ты здесь не по мою душу. О да, твоей леди бы это понравилось. Вот на моменте монтажа я так скажу, лучше бы я убил его так как на арене еще около 30 минут боя было. Пока я был тут рядом подумал может экскалибур с собой возьму. Что-то это лохотрон какой-то. У меня максимум силы вообще-то. Спустя 30 минут боя на арене я забираю душу героя арены. Я хочу догадать, надеюсь это сработает. В жизни ничего подобного не видала. Он черпает энергию прямо из этой души. Ладно, неважно. У нас остается вторая надпись. Она гласит героиня. Не могу припомнить никого подходящего больше чем твоя мать Скарлетт Роуп. Правда есть еще и я. Но как видишь я на тот свет пока не собираюсь. Тебе стоит навестить ее могилу в Оуквей. Я знаю это нелегко, но помню что Скарлетт всегда была готова к самопожертвованию. Дух Джета силен и его новое воплощение почти готово. Но я чувствую как он боится тебя. Возьми же душу мою и отомсти за нашу семью. Пусть он заплатит сполна дитя. Занимаемся рутиной. Оказывается старейшая душа на кладбища, кто бы мог подумать. Руми гласят, что лишь одному герою будет позволено пройти через врата. И угадай кому. Не знаю как Джек будет выглядеть в этот раз, но вряд ли белым и пушистым. Согласен? Удачи, я буду молиться за тебя. Ты опоздал, мой маленький герой. Ты получил новые деньги. А дядя опоздал. Приходи к бронзовым вратам. У меня есть к тебе дело. Мы дерёмся с Джеком который стал драконом. Итва ещё не закончена. Какая-то шар. Забавные под конец дают нас снова, выбор надевать или нет. По сути все предыдущие выборы не имеют значения ты всегда можешь свернуть на любую из сторон. Забавно, что если не выбросить маску ты просто надеваешь её. Я же говорил, меня не так просто убить, герой. Дракон пал, но мир по-прежнему лихорадил. Небеса потемнели, и люди по всей земле замерли на месте, будто обращенные в камень. Герой и Джек из тени стали единым целым. И кто мог предсказать, что за хаос и воля не уготовили миру? Но даже самые отчаявшиеся поняли одно – какое бы зло не восстало, всегда найдётся кто-то, кто восстанет против него. Ну и посмотрим другую концовку. Могу. Могу. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну и под конец... Победив мировое зло дважды мне дверь говорит что мой путь темный. Всем спасибо кто смотрел всем покаки.